Всем привет! Сегодня я расскажу вам о книге «Елизабет Гьюберт. Есть Молица Любить», которую я перечитывала уже 115 раз, наверное. И знаете, что прикольное? В общем, не так давно я взяла моду на заднем форзатстве писать историю чтения. То есть это число начала чтения и окончания. И открываю сейчас этот самый форзат, чтобы записать, что 23 числа я закончила читать. И что же я вижу? Предыдущая запись значится. В этом году я начала ее читать 17 декабря. Оказывается, в прошлый раз я читала эту книгу, начала читать 17 ноября 2015 года и закончила читать 24 ноября 2015 года, разумеется. То есть когда-то, два года тому назад, я читала эту же книгу почти в то же самое время, просто на месяц раньше, и читала ее на день больше. Вот такая занимательная статистика. Ну, вернемся к нашим баранам. Книга восхитительная. Я ее обожаю. Она длится на три части. Собственно, все начинается с того, что главная героиня терпит крах в супружеской жизни, разрушена ее душа, у нее разбито сердце. В общем, она в раздрайве и решается на такой поступок, как год жить вне дома. Несколько месяцев прожить сначала в Италии, о которой она всегда мечтала, затем в Индии, так как она увлекается йогой и медитацией, и затем в Индонезии. Первая часть — это о том, как она выкарабкывалась из вот этой всей депрессии. Вторая часть посвящена духовному развитию, и третья такая романтичная, больше. Очень мудрая книга. Самое то, читай в конце года или накануне своего дня рождения, потому что как раз в этот период человек сознательно или подсознательно так или иначе подводит какие-то итоги. И часто эти итоги неутешительны. А эта книга прекрасно подручное средство для того, чтобы выйти из негативных состояний, проверенная на себе лично. Книга изумительная, всем рекомендую. Если вы по какому-то причитению её не прочитали, и нужно немедленно пополнять этот пробел и идти знакомиться с этой книгой, вы не пожалеете. Я надеюсь. Пока и до скорых книг.